Ну а мы продолжаем. Не ждать, а инициировать. Не просить, а предлагать свои проекты и быть уверенным, что их поддержат. Именно так поступают участники территориальных общественных самоуправлений, сокращенно ТОСов. Для них в прошлом году впервые был организован региональный грантовый конкурс. Идеи жителей региона предлагают самые разные. От ремонта моста через местную речку до устройства освещенной спортивной трассы в роще, чтобы зимой ходить на лыжах, а летом заниматься бегом. Победителями конкурса в 2018 году стали 11 ТОСов. В итоге на свои проекты они получили около 2 миллионов рублей. В нашем сюжете мы собрали примеры из трех сел, где жители сами решили, что им нужно. Сами разработали проекты, получили на них средства и уже готовятся реализовывать задуманное. Слово Татьяне Куликовой. Будет стоять беседка, скамейки, клумба будет сделана. Совсем скоро в центре села Зенина Вейделевского района появится новое место отдыха для жителей любого возраста. С этим проектом ТОС Северный и выступил на конкурсе грантовой поддержки территориальных общественных самоуправлений и гражданских инициатив. И получил более 100 тысяч рублей. Активисты работы не боятся. Говорят, в установке и покраске деталей будут принимать участие. Так в прошлом году реализовали местный проект вертикального озеленения на своей улице. Вдохновленные результатом решили идти дальше. Мы даже как бы не надеялись. Решили просто поучаствовать, как участвуют другие. Но это оказалось действительно работает. И все это нам поможет в благоустройстве нашего родного села. А вот тоже Вейделевский район, но уже небольшое Ногино. Здесь в ТОСе все село. Немногим более 100 человек. Они защитили проект по установке памятника землякам, участникам Великой Отечественной, а также вдовам и труженикам тыла. Плиты уже готовы и ждут установки. Памятники это всегда нужно. Это наша история. Для себя. Для наших детей и внуков. Это село мое родное. Я прожил 40 лет здесь. Я проработал в этом хозяйстве. И хочется для села что-то сделать хорошее, чтобы село жило. Теперь, говорят ногинцы, 9 мая сюда будет стекаться бессмертный полк. Какие вы молодцы, что к нам приехали. Я хочу вам рассказать про наше село. Как здорово. Поставят памятник 9 мая. У нас люди очень активные. Активные и неравнодушные. Такие же, как и в селе Репенко Алексеевского городского округа. Делали такой косметический ремонт. Заменяли доски, перила меняли. Но все равно и сваи, посмотрите, какие уже подбревшие. В дни весеннего половодия здесь образуется целый поток. И отрезает несколько улиц Репенки от всего села. Можно в обход, но это около двух километров. А можно срезать. По деревянному мостику. Правда, в последнее время это уже просто было опасно. Члены местного ТОС составили проект реконструкции моста и благоустройства прилегающей территории. И тоже получили грант. 135 тысяч рублей. Вас там пользуетесь? Конечно. Пользуемся на соседней улице. И родственники живут. Все общими улицами. И наши улицы, и соседние улицы вышли, делали субботники. Это же для детей в первую очередь и делается. Чтобы они проходили и думали, да, вот тут папа с мамой. Мы тоже лепту внесли для того, чтобы было тут хорошо и красиво. Пока ТОСовцы ждут начала реконструкции, делают что по силам. Чистят территорию вокруг. По словам председателя, в минувшую субботу людей не пришлось особо приглашать на уборку. Начинаем мы с себя. Потому что село – это наш дом. Вышли целыми семьями. Работы было много. Я хочу сказать, дать должное нашим людям. Все с большим энтузиазмом, с большим желанием вышли на уборку этой территории. Примеры победителей регионального конкурса грантовой поддержки ТОСов доказывают одно. Под лежачий камень вода не течет. А вот если люди сами проявят активность, и власть подключится. Кто, как не местные жители, знают, что нужно именно им, их селу? Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогория. Да, именно местные жители лучше всех знают, чего не хватает их территории. Благодаря предложениям ТОСов в этом году в селе Смородине Яковлевского района заработает центр туризма. В Яблочкове, что в Шебекинском районе, создадут реакционную зону легенды 500-летнего дуба. Вблизи реки Валуй благоустроят зону для отдыха и занятия спортом. Конкурс среди ТОСов 2019 года уже стартовал. Причем грантовый фонд увеличился более чем втрое. Он составит около 7 миллионов рублей. О том, как подать заявки, если у вас есть идеи, спросим у эксперта. В студии программы «Такой день» Наталья Кривцунова, начальник отдела развития местного самоуправления Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, кто может участвовать в конкурсе в этом году и каковы условия? Этот конкурс рассчитан на представителей территориально-общественного самоуправления, как зарегистрированных в качестве юридического лица, так и незарегистрированных в качестве юридического лица. То есть, в принципе, все ТОСы? Да. Все очень просто. А скажите, вообще увеличилось ли количество ТОСов в регионе, допустим, по сравнению с прошлым годом? Да, увеличилось, но скорее увеличилось количество активно работающих ТОС. На сегодняшний день активно ведут свою работу на территории Белгородской области 1340 ТОС и объединяют более чем 269 тысяч людей. Ничего себе. Но активных тоже стало больше, получается? Да, да. Активных стало больше, в том числе и благодаря этому проекту. Скажите, а каковы требования к проектам, к идеям, которые именно выставляются на конкурс? Основные требования в участии в конкурсе в данном проекте – это отвечение требований направлениям конкурса. Например, как благоустройство территорий. Здесь прежде всего говорится о проектах, которые могут улучшить качество жизни на территории закрепленной ТОС. Установка лавочек, беседок, детских площадок. Второе направление – это природоохранная деятельность. И вместе с третьим идет экологическая безопасность. Здесь идет речь о создании экологических троп, субботников экологических и различных мероприятий. Далее – развитие физической культуры и спорта. Популяризация различных видов спорта. Установка спортивных площадок. Тоже эстафет спортивных. Все, что пожелает ваша душа и членов ТОС. Также основным направлением – это сохранение народных промыслов и традиций. Развитие въездного туризма. Здесь не что иное может быть, как развитие сельского туризма. И в заключении – поддержка уязвимых социальных групп населения. Здесь могут быть проекты, направленные на открытие различных центров развития и специфических клубов по интересам. Вот как раз направление развития сельского туризма мы увидели на примере ТОСов, как уже реализуют свои проекты. Лично я была в Якулевском районе, я была в Прохоровском районе. Познакомилась с проектом ТОСовцев, который выиграли в прошлом году грант. И предлагаю сейчас посмотреть. На этом месте в 18 веке было пересечение двух важных дорог военно-стратегического значения. Об этом свидетельствовал указательный знак, который находился приблизительно вот на этой территории. Казалось бы, свидетельств истории не осталось. Но жители села Призначное поспорили бы, потому что их территория образовалась при этом указательном знаке еще в 18 веке и существует до сих пор. Вопросов, почему ваше село Призначное, теперь не будет. На этом месте скоро появится целая ландшафтная композиция во главе с брендом поселения указательным знаком в виде камня. Так решил ТОС центральный Прохоровского района. Написали проект, защитили его и получили грант. Это было важно в том числе и для электромонтера Николая Ельшина. Он хочет, чтобы мимо их села не проезжали. Сейчас наша дорога, кстати, реформируется. У нас уже будет федеральная трасса проходить. Соответственно, больше поток движения машин будет у нас. И если будет этот памятник, соответственно, люди будут ехать мимо, заинтересуются, будут установлены дорожки, беседка будет установлена, ну, как лавочки для посидеть, посмотреть на камень, почитать. На нём напишут направление уже современной истории. Но напоминать о событиях прошлых лет, о том, что дорога была оборонительной точкой от набегов кочевников, будет этот воин. Образ ему придумывали сами члены ТОСа. Лев, это тоже как часть нашего герба белгородского, он будет повёрнут лицом к танковому полю нашему. Выбран именно такой образ, потому что, во-первых, мы смотрели так, чтобы он не был именно воинственный, чтобы у него был образ защиты и надёжность. Поэтому меч опущен вниз, но мы знаем, что он всегда, если что, на защиту встанет и поднимет свой меч. Туристически привлекательным хотят сделать своё село и ТОСовцы-Триречья Яковлевского района. Они захотели создать центр туризма. Проект одобрен. Сухой паёк и спички. Начали с того, что на деньги гранта закупили своим детям походное снаряжение. Рюкзаки, палатки, даже котлы. А на зиму лыжи. После нашли несколько точек, где будут проходить для них походные мастер-классы. А дальше для детей, для себя и для гостей разработали четыре туристических маршрута. Активистка ТОСа Анна Косторная, учитель биологии и географии, рассказала об одном из них. Недалеко села, то есть с южной окраины. Здесь у нас Панский лес. Там есть колодец, который ещё был создан до войны. Паном Малевинским они жили здесь. И мы включили его в наш маршрут, в экологический маршрут. Панский сад, колодец. И дальше с выходом ещё южнее, там ещё один лес. Родители сами внесли такое предложение, что это необходимо для детей. Решили рассказать о походных маршрутах всей области. В этом живописном месте планируют провести фестиваль. Здесь рядом сосновый бор, пруд. Совсем скоро, 7 июля, в день Нептуна, сюда приедут школьники со своими родителями со всех муниципалитетов. База, как видите, у нас прекрасная. Желание есть, тем более, что такую инициативу подсказали дети. А мы им не можем ни в чём отказывать. Вся информация о предстоящем фестивале будет на сайте и в официальных группах социальных сетей Яковлевского городского округа. Екатерина Ковалёва, Виталий Петренко, Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Скажите, такой вопрос. Может ли принимать участие в конкурсе 2019 года ТОС, который выиграл в прошлом году? Расскажите, есть ли какие-то ограничения? Да, конечно, может ТОС участвовать и который выиграл в 2018 году. Есть одно ограничение. Это запрашиваемая сумма субсидии не должна превышать 500 тысяч рублей из областного бюджета. Ну и есть одно правило. Один ТОС, одна заявка. Всё, больше правил никаких нет. Главное – желание. Да, конечно. Ну вот знаете, почему многие опасаются принимать участие в конкурсе? Наверное, вот из-за финансовой отчётности. У многих нет образования бухгалтерского, да, и они не знают, как правильно это всё составлять, куда подавать правильно, как правильно подавать. Вот скажите, в этом вопросе вы помогаете? Да, конечно, помогаю. Хочу сразу заверить наших уважаемых представителей ТОС. Опасаться совершенно не стоит. Мы постоянно проводим вместе с муниципалитетами методические семинары. Например, в период с февраля по март мы провели 11 кустовых семинаров и обучили более 660 представителей ТОС. Ну и ещё хочу... Такожелающих. Да, да, действительно. И хочу ещё сказать о том, что этот конкурс максимально адаптирован прежде всего для членов ТОС, для их удобства. И в случае победы денежные средства будут перечисляться на счета муниципальных образований. И, соответственно, ведущую роль в подготовке отчётов по проекту будет выполнять, конечно, местная администрация, ну и совместно с помощью ТОС. Ну скажите, конкурс стартовал вчера, правильно? И до какого будут принимать заявки и куда обращаться? Конкурсные заявки будем мы принимать до 22 мая в рабочие дни по адресу город Белгород, Соборная площадь 4, кабинет 205. Ну и, конечно, телефоны для справок 32 71 63 и 32 70 95. Будем очень рады видеть хорошие идеи, хорошие проекты. Спасибо большое за полезную информацию. Но я ещё раз повторю нужную информацию для ТОСовцев. Итак, подавать свои заявки могут жители области, организовавшиеся в территориальное общественное самоуправление и получить субсидию для реализации социально значимых проектов. Подавать свои заявки можно уже сейчас и до 22 мая этого года по адресу Белгород, Соборная площадь 4, кабинет 205. На этом пока у меня всё. С вами была Екатерина Ковалёва. До скорых встреч.